Звонок в редакцию Народного телевидения поступил утром 8 января. Женщина объяснила, что в течение двух дней в их доме нет воды. У коммунальщиков выходные, и решать их проблему никто не торопится. 7 числа вода текла тоненькой струйкой. Текла, вот все, открыла кран, даже капельки нет. Текла. Дочь стала вызывать, говорит, делайте воду. Они приезжали, смотрели колодцы, говорит, там сухо, мы не знаем, что случилось. Вроде праздники, мы будем звонить, в известность ставить все начальство. Вчера приезжали, что-то там перекрыли. Я говорю, а вы что не делаете, у нас выходные. Ребенок из садика придет хоть бы попить. Вот набрала кувшин, вот бокал. Запастись водой несложно. Уличная колонка недалеко. Но женщина надеется, что эти неудобства временные. И проблема решится как можно скорее. В благополучном сечении дел местных жителей заверил и первый замглавы городской администрации. Ведь утром 9 января ремонтная бригада принялась за работу. Найден очаг протечки, необходимые меры принимаются. Вчера еще частичная подача воды была. Сегодня ведутся ремонтные работы. Аварийные службы выехали своевременно. Подвоз воды организовали. Советские трубы уже свои ресурсы заканчивают. Их нужно модернизировать, нужно их переделывать. Большой проблемы в произошедшем чиновники не видят. По их словам, все эти дни вода была. Но не в том количестве, которое было необходимо жильцам. В выходные потребление воды возрастает в разы. Неготовность изношенных труб к такому напору и вызвала аварию. Как нам сообщили, к пяти часам вечера 9 января водоснабжение восстановлено. Марина Солонина, Сергей Соколов. Народные новости. Розаевский район. Розаевский район. Продолжение следует...